Возможно, эта история про вас, что в музыкальной школе вас учили многим классным штукам, но вы не можете вот просто взять и на радость себе и близким сыграть какую-нибудь песню по аккордам или вообще, не дай бог, на слух, и получается, что вы умеете же играть на фортепиано, а вроде бы и не умеете на нем играть. И этот парадокс мы сейчас, надеюсь, от парадоксим. То есть будем учиться просто играть обыкновенный нормальный фортепианный аккомпанемент, так как это делают поп и рок музыканты, которые нам в этом видео посодействуют. Вы на канале Нескучный Саунд, понеслась. Можно сразу перемотать на практическую часть, но и не исключено, что самые главные блоки у вас именно в сознании, поэтому сейчас по-быстренькому закроем основные вопросы. Талант. Я бы это слово запретил или выдавал как огнестрелку только проверенным людям. Словом талант, ленивые мозги затыкают все логические дыры и пробелы в познаниях. Не хочу сейчас с этим размусоливать, давайте сойдемся на том, что, допустим, вы уверены, что весь такой неталантливый. Нет у вас природной предрасположенности к музыке, и вы не из музыкальной семьи и все такое. Окей, но это не тупик, и это даже не препятствие, это просто отсутствие у вас форы, которые у кого-то другого есть. То есть вы сравнительно медленнее будете осваивать штуки, которые увидите в этом видео. Но штуки это очень простые. Предположим, божий дар действительно нужен, чтобы писать восхитительную авторскую музыку или для того, чтобы быть каким-то всемирно признанным виртуозом. Но чтобы делать вот так вот пальцами по аккордам чужих песен, не нужно никакого божьего дара. Когда вы видите какого-то человека без музыкального образования, который садится и сходу играет какие-то песни, не надо нагонять на этом мистики. Эта штука вполне объяснимая и повторимая, если вы готовы приложить к этому какие-то свои усилия. Еще один вечно модный стереотип – это музыкальная школа убила когда-то во мне творческое начало, и теперь я уже никогда не смогу сыграть что-либо без нот. Окей, допустим, действительно ваши креативные мышцы атрофировались, как и любой орган, который долго не применялся. Наверное, теперь очень маловероятно вы станете широко известным композитором или будете блистать на джазовых джемах Нью-Йорка. Но опять же, нажимать определенными способами ноты, аккордов, каких-то песен и даже немножко импровизировать в рамках дюжины каких-то заученных фишек – это не креативная задача. Водить машину на дороге среди агрессивных долбоящеров или сидеть дома с двумя маленькими детьми – это гораздо более спонтанный и креативный непредсказуемый процесс. Вы, короче, справитесь. Руки – момент, с которым вам повезло. Потому что одна из самых времяемких вещей для человека, который впервые сел за инструмент – это просто, ну, тупо научиться попадать по нужной клавише нужным пальцем, не путать там безымянный с указательным. И музыкальная школа вам это дала уже с лихвой, даже если вы были раздолбаем. Потому что любая пьеса второго класса музыкальной школы, она технически сложнее, чем основа эстрадного аккомпанемента вот этого по аккордам. Вы к этому уже давным-давно физически готовы, просто в руки не поступают правильные сигналы из мозга, и с этим мы разберемся быстрее. Слух. Еще одна штука, с которой вам повезло. Даже если вы, опять же, были в музыкальной школе раздолобаем, в любом случае, вы сотни часов провели где-то рядом с музыкой, так или иначе к ней прислушиваясь, ваш слух давным-давно не нулевой. Я помню, как я впервые в жизни взял в руки гитару, крутил колок и не понимал вообще, нота становится выше или ниже. Я, в общем-то, не понимал даже, что такое выше, что такое ниже. И вы в любом случае сейчас на радикально более высоком уровне слуховой подготовленности. Вас, возможно, вообще не научили прислушиваться к своему слуху, как-то опираться на него. Но он уже давным-давно готов и просто ждет, когда в мозгах появится новая прошивка. Теория музыки. Вы ее изучали. Возможно, вы ничего не понимали и все уже давным-давно забыли, но все равно вам сейчас будет легче, чем любому новичку, который впервые в жизни вообще услышит кучу этих всяких терминов. Вам было скучно, скорее всего, потому, что вас принуждали запоминать информацию, но никак не объясняли, как ее реально применять для своего удовольствия. И теперь, когда вы увидите, как азы теории музыки реально помогают вам играть музыку красивее, а значит кайфовать, то ваш мозг, как большой любитель кайфа, сразу поймет, что он вполне резонно выделит немного ресурсов и энергии, чтобы вспомнить и запомнить что-то. И выходит, что уши, руки, мозги и желания, все составляющие, чтобы аккомпанировать на фортепиано, у вас уже есть. Какого черта вам их не объединили в одну работающую систему? Это разговор, конечно, отдельный, главное, что сейчас мы можем сразу к делу переходить. Эксперименты будем ставить над Серенада и Трубадуро, также известные как песня «Луч солнца золотого». Вот ее 8 аккордов на 8 тактов. Если вы не знаете, как трактуются эти буквы, то есть не умеете строить обычные минорные мажорные аккорды, то для вас есть отдельное видео, «Теория музыки по-пацански» называется. А пока просто в двух словах. Любой обычный минорный или мажорный аккорд, это в первую очередь нота, от которой он построен, то есть вот в случае с аккордом ми мажор, это нота ми. Затем квинта вверх, то есть 7 полутонов, 7 клавиш вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это края аккорда. И вот самый центр этого аккорда проходит вот между этой нотой и этой нотой. Считайте, что здесь водораздел. И левее, меньшая нота, это минорная терция, создает минорный аккорд. А правее центра мажорная терция, большая, создает мажорный аккорд. Вот и все. Таким образом мы можем построить ми мажор, соль диэс минор, до диэс минор, си мажор, ля мажор и соль диэс мажор. И уже просто вовремя нажимая эти аккорды, можем сыграть. Луч солнца золотого, тьмы скрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Вот уже есть мелодия, есть гармонизация какая-то. Что здесь можно назвать неправильным? Аккорды скачут в разные стороны. Это, во-первых, считается не очень грамотно, потому что не очень слитно звучит. Во-вторых, это сложнее для рук, потому что нужно все время куда-то в разные стороны перемещаться. Поэтому и для красоты, и слитности, и для удобства рук используется такая вещь, как обращение аккордов. Тоже очень коротко в двух словах. Аккорд ми мажор, это ми, соль диэс си. И если мы возьмем вот эту ноту ми и пересадим ее ровно на октаву выше, на другую ноту ми, то мы получаем соль диэс си ми. И это все тот же самый аккорд, только в другом обращении. И точно так же ноту соль диэс мы можем пересадить соль диэс, и мы получим си ми соль диэс. Это еще одно обращение ми мажора, и получается, что это, 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 это и так далее. Это разные обращения одного и того же аккорда, которые гармонически являются одним и тем же. Соответственно, обращая эти аккорды все, мы можем постоянно находиться рукой примерно в одном месте. Второй аккорд, соль диэс минор, мы переделаем так, что вот эту ноту пересадим сюда, он у нас станет таким. А третий аккорд до диэс минор. Мы поменяем так, что вот эту ноту до диэс пересадим сюда, и теперь у нас будет Это уже попроще и играть, и слушать, но все-таки обращение аккордов, когда нижней нотой, то есть самой увесистой, становится не та нота, от которой аккорд изначально построен, они как бы звучат все-таки немного по-другому, и мы можем это сбалансировать, добавив еще ниже, в качестве баса, ноту, от которой аккорд все-таки был построен. То есть аккорд соль диэс минор, который мы первое обращение, второе обращение перенесли на октаву вниз, получили вот такую штуку. Мы к нему добавляем еще ниже ноту соль диэс, от которой он и рожден. И получаем более такое базовое звучание этого самого соль диэс минора. При этом здесь у нас все еще используется обращение. Таким образом, мы сейчас используем обращение аккордов и добавляем басы, получаем такое. Луч солнца золотого, тьмы скрыла пелена. И в общем-то, даже так, это уже полная гармоническая информация для слуша-слухателя. И не стоит бояться иногда так играть в качестве вступления, в качестве концовки или просто в моменты, когда в самой мелодии, в самом пении есть чего послушать с точки зрения техники или эмоций, или просто там смысла слов. Итак, просто нажимая аккорды с басом, мы уже сообщаем слушателю всю необходимую гармоническую информацию. Но помимо гармонической информации, аккомпанемент может и, как правило, должен сообщать еще ритмическую информацию. А чтобы сообщить уху какую-то ритмическую информацию, нужно каким-то определенным образом отмечать разные доли во времени, то есть, грубо говоря, изобразить из себя барабаны. А барабаны в самой базовой своей системе. Это бочка УМ, которая отмечает самые сильные, самые важные, как правило, первые доли. Снея ШТАХ, штука, которая отмечает другие важные сильные доли, но не так низко. И ХЭТ. Некая штука, которая гораздо менее заметно отмечает остальные слабые второстепенные доли и тем самым рисует общую канву, в которой расположен наш ритм. В попытках переложить это на фортепиано и при этом все-таки играть какие-то вразумительные ноты, это выглядит, как правило, вот так. Из чего состоит эта партия и миллион других фортепианных партий? Сильные доли. Раз, два, три, четыре, раз, два. Самые сильные доли и смены аккордов обозначаются нажиманием баса. Раз, два, три, четыре, раз. И помимо этого есть менее заметные, но не менее важные слабые доли, отмечаемые такими тихими нотами. Можем сравнить без опорных нот Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be С опорными нотами Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be Очень важно следить за их динамикой. Они, как правило, если только вы не изображаете какую-то динамическую кульминацию, эти опорные ноты тихие, они должны быть тихими, намного тише, чем сильные доли. В нашем случае это будет Луч солнца золотого Тьмы скрыла пелена Как правило, в качестве этих менее заметных нот используются ноты не самые низкие, не самые верхние среди звучащих, а какие-то в середине, потому что, собственно, они менее всего бросаются вслух. Также, если бас играется октавами, то есть мы можем эти же самые аккорды играть в басу не одну ноту ми, говоря, а две. Это будет так, более мясисто. Тогда зачастую вот этот не самый низкий бас используется как опорная нота. Что-то такое. Понятно, что сейчас стилистически не очень правильно мы играем эту песню, но прям в сию секунду наша цель рассмотреть разные варианты на примере одной песни, чтобы ярче видеть контрасты. Естественно, нет в музыке глобально никаких должно или нельзя. Если ваш педагог очень часто такие вещи произносит, то бегите от него куда-нибудь подальше. Этой опорной нотой может быть и высокая. Но таким образом мы видим, что она гораздо больше бросается вслух, превращает аккомпанемент в большем смысле в какую-то мелодию. Потому что мы слышим это чередование. И даже очень низкие басовые ноты тоже могут использоваться для обозначения этих самых слабых долей. В нашу нежную сиренаду вряд ли клёво зайдёт. В целом это слишком бодрый аккомпанемент для такой песни, потому что где хейджут, а где сиренада трубадура. Чтобы немножко адаптировать это к нашей песне и вообще приблизиться к реальности, нам нужно понимать, что эти слабые доли совсем не обязательно играть постоянно. И почти что никто не играет их постоянно. Всегда происходит какое-то чередование. То они есть, то их нет. Грубо говоря, у этих опорных нот есть три состояния. Когда их вообще нет, когда они достаточно отчётливо слышны, и когда даже сложно сказать, была она или нет. И такую ситуацию мы можем услышать практически везде, где такого рода аккомпанемент играется. И я застыну, выстрелю в спину, выберу... Но очень важно к этому вопросу не подходить с точки зрения зазубривания. Даже если играет какой-то очень уважаемый вами человек, может быть полезно послушать, как он расположил опорные ноты. Но не надо запоминать, типа так, в первый раз она была, во второй раз её не было, в третий раз она была, в четвёртый раз она была очень тихая. Во-первых, это невероятно сложно, во-вторых, это путь просто в никуда и обратно вот в эту музыкальную беспомощность. Такие мелочи обязательно нужно пустить на самотёк, чтобы когда этот самотёк нормально уже сам потёк, вы могли его текучку подчинить своим сиюминутным желаниям или ощущениям. Это намного экономнее для мозга, и со временем, когда вы адаптируетесь, это и звучать будет лучше, чем что-либо зазубренное. По моим рукам, думаю, заметно, что я на фортепиано-то играть по большому счёту не умею. Пусть вас это не пугает, я не клавишник, не пианист, я много лет работаю аранжировщиком, то есть пишу партии для разных инструментов, в том числе для клавишных. Изучал и знаю, как они устроены. Точно так же, как композитор, который пишет все партии для инструментов оркестра, он же не умеет играть и на волторни, и на скрипке, и на трубе, и на контрабасе, и так далее. И замысел всего этого мероприятия, чтобы вы сейчас, как музыкант-исполнитель, который знает, как играть, но не знает, что играть, чтобы у вас в голове внутри завёлся маленький композитор и маленький дирижёр, которые знают, что и когда играть. Ещё один важный момент. Совсем не обязательно постоянно играть так много нот. Все три здесь, и здесь вот там в басу две, и вот так вот ворочать. Для обозначения ритма, как мы договорились, нам просто нужно правильно, динамически, с точки зрения громкости, обозначать какие-то доли, а для того, чтобы уху сообщить аккорд, в общем-то, зачастую достаточно даже пары нот. И мы можем нашу партию сделать гораздо более прозрачной. Нет твоё лицо в отражении, Пора признать обоим поражение, Без движения туго сковано. Вместо такой партии играется только её края, грубо говоря. Ритмическая партия никак не страдает от того, что нот стало меньше. С точки зрения аранжировки появляется пространство и для других инструментов, и для того, чтобы впоследствии играть больше нот. И ещё один важный момент. Когда здесь прекращаются всякие трезвучия, то есть вещи, которые невозможно напеть нашим одноголосым голосом, а такие штуки появляются, то аккомпанемент сам становится больше похож на какую-то мелодию или риф, то есть что-то, что проще мелодическим слухом запомнить и напеть. В нашем случае это было бы так. Но в целом нет никакой тотальной привязки каким-то в этом пару, 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 пару. То есть, покуда мы даём уху какую-то гармоническую информацию, то есть так или иначе играем ноты аккордов, то как мы ему сообщим ритмическую структуру, не так уж важно. Можно даже не будучи ни капли виртуозом и не трогая никакие другие ноты, про которые мы ещё не проходили. Уже гораздо менее банальные какие-то пути находить. Или более высокой нотой. Либо наоборот можно делать это в басу. Как видно, во второй раз я ушёл от обозначения восьмых долей. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. К шестнадцатым. В два раза чаще. В два раза мельче порубленное время. Если мы таким образом организованное время вернём в наш стиль аккомпанементом парум-парум, вот этот, то мы получим в два раза быстрее. Это, конечно, дикая суматоха для такой песни, но мы можем, сохранив такое шустро-летящее мелкое время, разрядить партию, просто убрав количество нот, превратив всё это дело в арпеджио, то бишь в перебор. Также менее грузно большие количества нот звучат в более высокой тезитуре, где нотки менее весомые, такие порхающие. И здесь уже не так будет напрягать скорость их появления. Лучь солнца золотого. Также такая быстро летящая партия может помочь играть песню в более медленном темпе. То есть, если бы мы играли ощутимо медленнее, то в том аккомпанементе это реально ощущалось бы, как дико медленное. То есть, если вы Муслим Магомаев, конечно, и вас можно слушать даже акапелло, то всё ништяк. А так это может показаться слишком сонно, но в этом же темпе таз, два, три, четыре. Летящая партия будет по-другому ощущаться. Лайк подщипчика золотого. Ты нужен мне весьма. Она даже, наоборот, выигрывает в более медленном темпе, когда мелодия Перебоджио лучше прослушивается. И вот, естественно, вот эта штука раз, два, три, четыре. Это какая-то базовая форма. Мы можем перебирать абсолютно в любом направлении эти ноты. Раз, два, три, четыре. Или раз, два, три, четыре. Бывает это дело как угодно. Здесь такой же ритмический рисунок, но основа ту-ту-та-та, ту-ту-та-та. Можем также обратить внимание, что первый аккорд ля-мажор играется как ля-ля-ми-ля. То есть ноты до диез, которые важнейшая часть мажорного аккорда, просто нет. И в мелодии тоже нет, в мелодии тоже нота ля-ля. По какой причине так было сделано? Может быть, чтобы уйти от вот этой пионерской... Может быть, чтобы сделать тонический аккорд этой, в общем-то, печальной песни, не таким мажорным. Мы не знаем, но главное понять, что в итоге это нужно научиться решать самому. Может быть, неправильно, но решать самому. Потому что для того, чтобы хоть и просто, но свободно играть на инструменте, нужно развивать свою чувствовку и решалку. А она развивается только одним способом. Путем применения. Путем попыток что-то ощутить и принять решение. Пусть ошибочное. Но сколько угодно можно слушать всяких блогеров, или тренеров личностного роста. Но, в конце концов, развитие, медленное или быстрое, пойдет только тогда, когда вы начнете все-таки пользоваться своим вкусом. Теперь, оставшись в теме Переборжио, вернемся обратно в наше деление времени на восьмые части, а не на шестнадцатые. И мы уйдем от такого к такому Луч солнца золотого Тьмой вскрыла пелена. Если такой аккомпанемент кажется слишком квадратным, то можно просто какие-то доли из него попробовать исключить. Слышим здесь прерывающую квадратность, такую задумчивую паузу в конце второго аккорда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять. Преломив таким образом наш луч солнца золотого, мы получим Луч солнца золотого Выскрыла пелена Здесь также мы видим, что в арпеджио используется не просто трезвучие, а как бы еще одна нота сверху, то есть четыре ноты. Можно гулять еще дальше, если вам не лень. Но так сейчас делают достаточно редко, потому что тянет от этого какой-то совсем уж наивной олдовостью. И такие же скачки по одним и тем же нотам в разных октавах вполне уместны и в том нашем аккомпатименте в стиле парум-парум. Зачастую такие штуки хорошо заходят где-то в паузах основной мелодии. То есть там Возвращаясь к теме пропуска каких-то долей, для того, чтобы аккомпанемент был менее топорным, очень помогает, чтобы уйти от вот этого вот вколачивания гвоздей пропустить какую-нибудь сильную доль. Раз, два, пауза, четыре. Раз, два, пауза, четыре. Точно так же арпеджио. Для нашей песни мы можем деконструировать это так, что, допустим, было такое арпеджио Луч солнца золотого Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. И мы просто всего лишь убираем четвертую долю, то есть вторую сильную. И у нас вот это превращается в нечто такое более монументальное. Нельзя просто так увидеть лидийскую ноту и не нажать ее. Здесь также стоит обратить внимание на то, какие используются обращения аккордов. Мы видим нечто вот такое. То есть до этого мы делали ми, соль, диэс, си. Соль, диэс, си, ми. Си, ми, соль, диэс. А здесь ми, соль, диэс пропущено. Си, ми пропущено. Соль, диэс. И мы получаем то, что зовется широким расположением. Это очень классно, прозрачно звучащая история в любой тезитуре. Обычное трезвучие, оно так тесноватенько звучит. А широкое расположение И поэтому вот здесь Прям в этом есть широта и мощь. Всего лишь три ноты и очень круто. Возвращаясь к такому аккомпанементу И пропусканию сильной доли в нем Вот такой пример. Базово здесь аккомпанемент можно представить таким. И из него убраны Некоторые опорные ноты И самое главное Вторая сильная доля. И получается из такого Получается такое Для нашей песни это станет таким Здесь в общем более удачный вариант, чем Постоянная Колбасилова. И там же Сия со своим пианистом в прикорусе Как бы намекают нам Куда дальше будет развиваться наше видео. Что здесь примечательного? До этого мы постоянно Сильными долями считали нечетные То есть Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре И туда же ставили акценты У нас все время было А здесь, когда Сия поет Она как бы намекает нам Что типа Ребята, давайте делить так Не на раз, два, три, четыре Раз, два, раз, два На раз, два, три 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 Раз, два И пианист туда же ставит Свои аккуратные акценты Для нашей песни это будет Это такие мягкие синкопы То есть акценты на слабую долю Они могут быть гораздо агрессивнее Если бы не было этих синкоп Ровно было бы так А так Здесь даже смены аккордов Идут синкопами Раз, два, три Раз, два, три Четыре, пять И в целом Аранжировка как бы построена На этом акценте Для нашего луча солнца Конечно, вряд ли это зайдет Слишком это агрессивно Хотя если представить это куда-то там дальше По развитию песни Где Здесь, три, четыре Ночь пройдет, наступит утро ясное Знаю, счастье нас с тобой ждет Раз, два, три Раз, два, три Четыре, пять В общем, для создания такой более напористой движухи Очень хорошо подходят эти акценты Но в таком более интеллигентном исполнении Этот рисунок Раз, два, три Раз, два, три Четыре, пять Раз, два, три Раз, два, три Раз, два Это супер распространенная штука В общем-то, это единственный Мейнстримовый из синкопированных рисунков Поэтому его можно встретить В огромном количестве песен Самых разных жанров В этой песне Джон и большинство исполнителей Которых здесь я приводил в пример Дальше по ходу развития своих песен Они просто начинают более свободно Жонглировать всем тем, что мы до этого делали с вами Опорные ноты то есть, то нет Басовые ноты то есть, то нет То какие-то проскакивают переборчики То они прыгают в другие тесситуры Все это льется и создает впечатление Такого незамороченного, но достаточно разнообразного И подчеркивающего красоты песни аккомпанемента Если вы хотите это освоить То просто возьмите любую песню Или несколько песен Которые вам необломно будет слышать тысячу раз И начните постепенно конструировать Вот эти приемы для этой песни Допустим Берем и начинаем потихоньку Сначала пробуем добавлять басовые ноты Или басовые ноты октавами Потом пробуем всякие разные обращения Тех же аккордов там Каждый аккорд пробуем куда-то ворочать В разные стороны Потом добавляем опорные ноты Потом пробуем их иногда не играть свободно Потом пробуем опорные ноты в басу Потом пробуем другие опорные ноты Потом пробуем переборы Потом пробуем их шире Мы можем пробовать их быстрее И так далее и тому подобное И потом те вещи из этих Которые доведены до какого-то автоматизма И простоты в исполнении Мы пытаемся просто комбинировать Смешивать, перемешивать Желательно выстраивая какую-то цепочку событий В течение песни Мама, take this badge from me I can't use it anymore It feels so dark, so dark to see It feels like I'm knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door И даже при том, что я еле-еле пальцами по клавиатуре ворочаю Тем не менее, даже просто вот используя то, что в этом видео было показано Самые азы можно создавать вообще нормальную фактуру Естественно, это не все, что возможно в фортепианом аккомпанементе Мы не касались еще более сложных ритмических рисунков Добавочных ступеней, септ-аккордов, нон-аккордов Регармонизации, проходных аккордов, басовых ходов, контрапунктов Чего только не Но все эти красоты дополнительные Нужно ставить уже на очень устойчивый фундамент Который мы в этом видео и заложили Так что практикуйте, укрепляйте Если вы впервые на этом канале, то я не призываю вас подписываться Потому что я вообще ни разу не пианист И на этом канале таких видео, может быть, больше не будет вообще Может быть, будет очень мало Здесь больше про теорию музыки, про аранжировку Вокально, ритмично, гитарные какие-то вещи общие Музыкальные, околофилософские Есть музыкантские какие-то размышления Поэтому подумайте, нужно ли вам это Потому что вряд ли вам нужен очередной канал в подписках На котором нет интересных для вас видео Так и мне не нужны миллион подписчиков Которые однажды на какое-то видео клюнули Но на самом деле им нифига не интересно То, что интересно мне И традиционное, но всегда актуальное и живое спасибо Моим патронам Людям, которые поддерживают этот канал финансово Спасибо вам, други, и от меня И от многих людей, которые смотрят и любят эти видео Снятые мной с вашей поддержкой До встречи в следующих видео С вами был преподоподобный Александр Любите музыку Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok